Всем привет! Сегодня я с вами Калюня Джиппер и мы проведем маленький обзор нашего семейного Jeep Grand Cherokee. На Jeep'ах мы ездим уже семь лет, это третий из Grand'ов и два были Cherokee. Вот хочу поделиться той информацией, что я знаю об этой машине. Итак, эта машина Jeep Grand Cherokee из VJ 1993 года выпуска, эксплуатируемая нами второй год. Это комплектация Laredo, что относится к Laredo. Это хромированная решетка радиатора, не крашеные цвет кузова, они идут серые, не крашеные бампера, также идут накладки вдоль кузова и отличается еще чем Laredo, на нем стоят накладки на породах. Диски, конечно, это уже не родные, это было мной установлены диски, шноркель и мухобойка на капот. Здесь мы видим рядную 4-х литровую шестерку 242. Вот. Также, чем отличается, допустим, рестайл от до-рестайла. Вот на рестайлах в том месте, где подсоединен шноркель стоит заглушка. На до-рестайлах там просто идет лонжерон и надо его высверливать. Коробка здесь стоит автоматическая, американская, 42-ре. Вот. Пока в данном экземпляре снят компрессор кондиционера, потому что нужен радиатор. Ну, потихоньку все приходится приводить в порядок. На машине уже много что заменено, но еще работы как бы хватает. Также стоит, допустим, эта машина-американец. Американцы, чем отличаются от европейцев, у них стоит пластиковая, пластик на фарах, у европейцев стоит стекло. Но, что по европейцам могу сказать, стекла у них часто выпадают с фар. Отдельно они не продаются. Была заменена электрическая антенна на такую. Эта антенна не ломается и она долго служит. А в лесу электрическая антенна легко ломается и немножко как бы она капризная. Вот. Салон здесь уже стоит от дорис, от рестайла. То есть были заменены от 5,9 обшивки дверей. Была заменена панель. Сделана аквапечать центральной консоли. И аквапечать на потолке консоли. Так. Был перетянут потолок и перетянуты козырьки. Также заменен руль. И сейчас я немножко объясню. Опять же здесь идет не лоредовский. Кстати, это второй такой бортовик, который идет не лореда. Он стоит с лимитера. Но на белом стоял такой и на этом. Обычно на лимитедах идет такой бортовой компьютер на лореда. Он я показывал на белом. Но здесь почему-то стоял такой. И также, когда я менял панель, я оставил бортовик свой родной. Проводку в панели оставил свою родную. Приборы оставил свои родные. И на которых тоже стоит аквапечать на самой доске. Ну это на любителя. Кому-то черное нравится, кому-то под дерево. И включение печки и кондиционера оставлено тоже родное. На лореда она идет, управляется вакуумом. Если на лимитеде управляется электронно, здесь стоит табло и там стоит как бы климат. Здесь идет просто вакуумом включение. И идет обыкновенный кондиционер. Так, по сиденьям. Сиденья здесь стоят как бы сборные. Здесь родные стояли не такие сиденья. Мне прислали сиденья с Дагестана. Пришлось их немножко кулибничать. Они от рестайла, а машина как является до рестайла. И получается, что по креплениям, где салазки, они не совпадают. Пришлось оставить всю эту систему родную. Была перекручена подушка. этот и перекручена спинка просто на ту общую дорестайловую раму. Также убрано здесь электрическое откидывание спинки оставлено на ручке, но добавлено вот тут подкачка сиденья. Сделано оно, конечно, не очень нормально, но когда я найду другую эту, сделаю, думаю, что так, как положено. Теперь по задним сиденьям. Задние сиденья пока стоят родные. Они стоят лоредовские, хотя, допустим, на белом лоредо у меня сиденья стояли велюровые. По идее, должны так, как это зависит от комплектации. Здесь на этом лоредо стояли, стоят уже вот такие стояли сиденья. У меня есть вариант, что их просто кто-то заменил, неродные. Также тут сейчас поставил корпус сиденья под подголовники новые корпуса внутрь и будут вмонтированы. Это пока так стоит, но будет это все вмонтировано и будут подголовники. Это то, что касается задних сиденья. Также осталось заменить ковер, потому что ковер остался светлый, хотя весь салон, все обшивки были поменены на черный. И по возможности, конечно, это сиденье тоже будет поменено на черное. Что могу сказать по багажнику? Здесь также были поменены обшивки на темные. Более лучших, конечно, не нашел, немножко покорябанный. И был, ну, ковер тоже положен в черный. Этот ковер я скинул сверху, чтобы этот не убивался. Теперь по запаске. На лоредах идет обычно запаска, докатка. Вот. А я так думаю, опять же, это зависит от модели. Если лоредо, то ставили докатки. А если лимитед, допустим, или другие версии, то ставили уже полноценное колесо и также чехол. Опять же, это простой чехол. На рестайловых, на более крутых модификациях на чехле находится здесь еще сеточка и карманчики. Ну, и смотрим автомобиль относительно коррозии. Снизу мы видим, что все в идеальном состоянии. Коррозии нету. Также лонжероны внутри тоже в отличном состоянии. Еще теперь, так как задние пружины были просевшие, на задней оси стоят пружины спереду, обрезаны на один виток. Если ставите, допустим, вот такую 31-ю резину, то можно не резать виток. Тогда она четко входит. Вот. Смотрим днища. Днища все отличное у нас. Лонжероны отличные. Это еще заводская мастика идет по порогам. Тут у нас задний мост. Брензобак защита. Также, что хочу сказать по поводу защиты. Вот эту защиту топливного бака и вот этот фаркоп я брал у Алексея. В новосибирской разборке они таскают машины с Японии, распилы. Также стоят родные крюки Орвисовские. Ну, это я уже сам доделывал. Вот этот на фаркоп и стоял вот этот. Очень хорошо защищает. Если где-то ездите в горных условиях еще. Также установлена Орвисовская защита раздатки. Чтобы ее поставить, здесь есть два варианта крепления. То есть надо либо туда гаечку вварить на 8, обкруглить ее с шайбой и вварить внутрь. Либо клепку резьбовую поставить. По поводу раздатки. Раздатка здесь стоит 249J. Это раздатка фулл-тайм. Постоянный полный привод. Вот. Почка стоит здесь уже Газелевская, по-моему. Она пустая, потому что через 5 месяцев, как ее поставили, она внутри уже заторабанила. Была разрезана и выкинута потроха. Вообще надо, конечно, бочку ставить овальную. Можно поставить Крайслеровскую. От Волги с Крайслеровским движком или от Казели. Так. Ну тут передний кардан у нас. Были поменены в заднем мосту и на переднем. Поменены все сальники. Все, что было везде. Сухенько, чистенько. Ну и сделана такая самодельная защита резинка. Родная резинка лежит, вырезана, но я ее пока не установил. Поэтому пока стоит вот такая резиновая защита. Также я вижу, что перебила шланг сапуна переднего моста. Надо будет это сейчас поправить. Также была установлена защита рулевых тяг. Так, тоже Орвисовская. И удлинены стабилизаторы. Потому что впереди стоит проставка. Вижу, порвалась резинка на стабилизаторе. Надо ее заменить. И вот такая КПРЛ-октана выточена проставкой над пружиной. Вот. При хорошем раскладе, конечно, ее лучше удлинить. Просто поставить длинную пружину на 11 витков. И все станет на свои моста. Мосты шрусовые привода. Они бывают как крестовые, так и шрусовые. То есть на белом Лоредо у меня стояли кресты вместо шрусов. Здесь стоят шруса. Ну, вот то, что я хотел по поводу низу, нижней части, сделать такого небольшого осмотра. Ну, тут видим, как бы гнили тоже особо нигде, ржавчины нету. Хотя машине 23 года. Вот то, что я вам хотел рассказать по данной машине. Будьте с нами. Всего доброго. С вами Калюня Джипер.